Всем привет, наши дорогие слушатели! Во-во-во, что это? Это ваш лучший новогодний подарок под ёлочкой. Еженедельный подкаст. Да, Денис? Сука, почему каждый раз так разрывает? Да, всем привет. Это та шутка, которая никогда не устареет, и которая со временем будет только лучше. Мы, так сказать, посовещались, поковырялись в пупках друг у друга и приняли героическое решение вот так вот вас порадовать в конце уходящего 2019 года. Аллилуйя! Я не знаю, почему аллилуйя, но хорошо, ладно, допустим. Поэтому, в первую очередь, мы поздравляем вас всех с Новым Годом, с Годом Крысы. Крысы. Поздравляем всех крыс с их Годом. Вообще, наверное, довольно обидно родиться в Год Крысы, особенно когда ты играешь в видеоигры. Это только если ты знаешь, в какой год ты родился, по этому, по зодиаку, календарю. Я не ебу, например, в какой год я родился. В год кого? Не знаю, в год козла, наверное. Скорее всего. Или мрази. Мне и то, и другое подходит. Не уверен, что такой год есть, но в твоем случае вполне вероятно. Ну, ладно, что ж, не будем откладывать, так сказать, то, что мы вам принесли на тарелочке в долгий ящик, поэтому переходим к нашей первой рубрике. Душевно об играх. Итак... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 лучше и захватывающе, чем все то дерьмо, которое сейчас снимает Дисней, ну помимо Мандалорца. Что, к чему мы еще вернемся, безусловно. Давай сейчас прямо вернемся к фильму, че. Хорошо, давай, давай, размажем это говно. Душевно обо всякой хуйне. Так вот, значит, сквозь срачи, боль и страдания в кинотеатры вывалили девятый эпизод Звездных войн, посвященный таким потрясающим и интересным персонажем, как Рэй, Кайло Врен, Флинн и По. Подожди, По это Оскар Айзек или это азиатская женщина, непонятно. Да, это Оскар Айзек, который уже успел заявить в интервью, что он был бы рад, если бы его персонажи сделали геем и он мог бы прочистить черную шахту Флина, но, к сожалению, ему отказали создатели фильма, но он такой, знаете, если вы приглядитесь к моей игре, то вы, в общем-то, все сможете легко понять. А? Ясно? Да, то есть ему запретили делать гея, но он все равно немножко гейство внес, да, в кино. Да, такой легкий гомофлер добавил для По Демерона. Шалунишка. Что, в общем-то, не знаю, можно назвать, наверное, даже самой интересной частью Звездных войн новых. Короче, опять ебут мертвых лошадей. Говно. Это понятно, да, но, тем не менее, вернули... Мертвых лошадей и говно. И говно тоже. И в мертв... Ладно. Особенно у Аскараизок. Да. Вернули зачем-то бедного императора, который вроде бы сдох и, в принципе, был великим достижением для бедняги Дарта Вейдера, но они такие, типа, что, Дарт Вейдер победил императора? Да насрать, это 30 лет назад было, кто вообще вспомнит? Давайте вернем его. Вернули императора, чем обесценили подвиг бедняги Энакина Скайуокера и снова сделали злодеем. Император при этом владеет каким-то просто кошмарным флотом из тысяч единиц Стар Дестройеров, каждый из которых может развалить вообще любую планету. То есть, типа, вот когда вы в детстве думаете, придумываете свою фантастику, вы, как любой нормальный ребенок, думаете, значит, вот против меня будут злодеи, но у меня будет самое большое оружие, у меня будет будет самая большая защита, и поэтому я смогу их победить. Как вот мифриловые доспехи у Перумова в... я не помню, как там его фанфик по Властелину колец назывался. Это, короче, он придумал своих хоббитов, они там ходили-бродили, и в какой-то момент просто все обмазались топовыми доспехами и просто разъебывали все Средиземье. Нормально, как в любой RPG современной. Ну, в целом, да, точно так же поступили и в новых Звездных войнах. Просто появился снова Император, у него просто есть огромный флот, и, конечно же, кучка есть вонючих долбоебов на лошадях с камнями и копьями, которые весь этот флот, конечно же, уничтожили. Причем, что забавно, вот был восьмой эпизод, который вызвал бурю просто срачей среди фанатов Звездных войн, которые, правда, всегда срутся по любому поводу, и Джей Джей Абрамс такой, типа, ну что, надо что-то с этим делать. И на протяжении всего девятого эпизода он как бы отвергает все то, что было в восьмом эпизоде. Ты предлагаешь ему Оскар Айзек. Ну, да, а Оскар Айзек такой подходит к нему, слушай, слушай, я понимаю, что там есть какие-то проблемы со Сноуком, его, типа, убили, не раскрыли. А как тебе такая идея? Давай сделаем под Эмерона гейм. И Абрамс такой, типа, как на той картинке, блин, Айзек, ну, отъебись ты уже от меня. И Азек такой, ну, ладно. Придется, как настоящий повстанец, изображать, так сказать, гомосека своими силами. Короче, снято херово, написано херово. тут я с тобой, погоди, спецэффекты говно, Рэй, Мэрисью, Айзек, гей. Я кончил. Это очень хорошо, но ты не прав, снято довольно хорошо, и на все бабло. Ты от плана вообще отклоняешься. Нет, я не отклоняюсь от нашего плана, не смей меня перебивать. Вот, возвращаясь к теме, значит, всех раздражала азиатка, толстая, которую добавили. В итоге ее, в общем-то, вывели из фильма, у нее 1 минута 11 секунд экранного времени, я специально считал, записывал. Никакого крутого сейберфайта не было, уровня, там, третьего или первого эпизода. И, короче, все остались расстроены, кроме тех, кто, конечно же, любит срачи, потому что посраться на тему «Звездных войн» это вообще одно из главных развлечений 20-го, а потом и 21-го века. Поэтому, в общем-то, очень здорово, что мы с Денисом и не смотрели «Звездные войны». Да. Душевно о кино. Ну что, сначала ведьмак или мандалорец? Ну давай мандалорца сейчас, логически продолжим. Нет, давай ведьмака. Сука. Короче, ведьмак. На Нетфликсе вышел «Ведьмак» и у меня, конечно же, первый вопрос, который Косте появляется после того, как вышел «Ведьмак», как главному фанату Трис и главному хейтеру Йеннифер. Ну что, Костя, Трис или Йеннифер? Лютик. Оскар Райзек до тебя добрался, да, я смотрю. Оскар Райзек, да, повлиял на меня своей игрой, но как бы с Трис, конечно, не задалось, не задалось, скажем так, в сериале от Нетфликса, но на самом деле нет никакого но, просто «Ведьмак» замечательный, потрясающий топовый сериал, я посмотрел его чуть позже, чем «Весь мир», который посмотрел в течение полутора часов после выхода на Нетфликсе, конечно же, я помню какие-то просто дикие плачи о том, что он выглядит дешево, типа, снят дешево, все дешевое, это вообще нифига не так, он отлично снят и выглядит вполне прилично. Мне кажется, люди, которые это писали, они просто как раз вернулись из кинотеатров со «Звездных войн» и начали предъявлять Ведьмаку претензии, типа, а что это сериал для ТВ не выглядит так, будто его снимали за 300 миллионов долларов? Ну, наверное, так. Потому что выглядит он реально супер, выглядит отлично, если ты понимаешь, конечно же, что он не на деньги «Аватара» снят. Там, конечно, есть несколько всратых моментов с плохим графоном, типа, когда Трис в восьмой серии начинает лозой закрывать проход проломанный, это реально довольно херово сделано, на компуктере нарисовано, но в остальном вообще круто снят, именно снят, вот красивая картинка, отличный цвет окор, есть отличные графоны и вообще какие могут быть претензии? Вот ты удивишься, но я читаю комментарии там у себя на стене в твиттерах и прочем, и люди и к этому докапываются, типа, ой, накрутили серый цветокор, блядь, как будто тут DC, люди прям ищут до чего бы доебаться, они не знают до чего и вот находят какой-то хер... Кто-то написал там, типа, ой, такой хороший сериал, но вот эти диснеевские песенки, конечно, это просто вообще ни к селу, ни к городу. Охренеть, это буквально одно из лучших, что есть в Ведьмаке, это Tosa Coin, To Your Witcher, Value of Plenty. Мне кажется, это вообще главный мем года, эта вонючая песня у всех просто в голове застряла. Она же великолепна, абсолютно. Даже актер, который сыграл Лютика, он в интервью сказал, типа, бля, как меня заебал эта песня, она не может выветриться из моей головы. Такой, теперь прикиньте, мы два месяца ее снимали. Но вот насчет бюджетов, мне кажется, им не хватило денег или времени, потому что сериал-то сняли как-то вообще быстро. У них в апреле еще сценария не было, а в декабре уже вышел готовый сериал, готовый сезон. Типа, нихрена себе, темпы какие. Мне кажется, им прям безумно не хватило денег на постановку боев с тварями. То есть, они как будто не смогли засинхрониться при создании вот этого всего CGI, и они не смогли что-то интересное из этого выжать, потому что вот первая серия, до сих пор лучшая серия, и замес в Блавикине, который был в конце, вот этот лонгшот, где Геральт раздает пизюли бомжам, а потом они херачатся с Ренфри. Ренфри, кстати, божественно. С Рафни-Дафни, давай так ее называть, мне больше нравится. С Рафни-Дафни. Вот это же сделано, это просто конфета, вот прям шикарно. Вот это ведьмак, каким он должен быть, именно персонаж. А в начале этой серии, когда ты еще, ну, типа, ладно, пропустил мимо ушей, где он дерется с какой-то жабой, с Кикиморой в болоте, ну, такое. Но потом, спустя какое-то время, он дочку Фольтеста пытается расколдовать, это просто какое-то позорище. Позорище. Потому что там какой-то рестлинг начинается, как будто Джон Сивер с кем-то... Да, очень странный. Причем, сначала эта стрыга, она разрывает там какого-то чувака довольно быстро, просто пополам, а потом начинает толкаться с ведьмаком в проходе, типа, да, и бороться. И ты три раза за эту схватку, они друг на друга налетают, и он такой держит ее лапы до протяжения 15 секунд, пытается дотянуться до своего меча, что было и там, под водой, в самом начале самой первой серии. Это просто стрём. То есть сейчас я... Мне, кстати, сериал зашел еще, возможно, и по той причине, что я уже очень плохо помню книги, уже их читал лет 6 назад, когда я его смотрел. Но после того, как я его посмотрел, я уже успел прочитать две первые книги, потому что уже, естественно, всем, кто посмотрел Ведьмака, нахлынуло. Либо поиграть, либо почитать, либо что еще. Потому что настолько хорошо снят сериал, зараза. И поэтому я сейчас освежил в памяти все это дело. И, опять же, претензии, что фу, в книге лучше, я таких претензий предъявлять не буду, потому что люди — это сериал. Это не пересказ книги, это сериал, это другой формат, и там нужно по-другому подавать. Дословно нельзя сделать. Если бы я начал перечислять, что в первых двух сезонах «Игры престолов» не сходится с первыми двумя книгами, то я бы закончил в 2020 году. А про «Властелина колец» я вообще молчу. Но это не значит, что первые сезоны «Игры престолов» или «Властелин колец» это плохие фильмы. Они просто, ну, ни слова в слово с книгой сделаны. Но, о чем я говорю? По той же книге вот эта схватка, если вы играли или хотя бы смотрели «Синематик» интро к первому «Ведьмаку» от CD Projekt Red, то вот он снят практически кадр в кадр с книгой. То есть там практически все движения «Ведьмака» они перенесены. Ну, за вычетом там пары нюансов и за вычетом того, что там очень херовая анимация, потому что у CDPR-ов тогда не было денег. Да, это 2007 год, если что. Но вот сравнить этот бой с книжным, то есть он должен выглядеть так, как он выглядел в том «Синематике». То есть Геральт это суровый «Ведьмак», один из лучших фехтовальщиков вообще на планете, и он от стрыги не получил ни одного удара за эту схватку. Ему там только жилетку порвали когтями, она порвала жилетку и все. То есть там должна быть по идее такая же феерия, боевая постановка и нескончаемый экшен, какой был в той самой сцене в лонгшоте в «Блавикине». И это я не к тому, что фу, книга лучше, а фильм хуже. Это я к тому, что фильм не является отражением персонажа. Ты когда смотришь на то, как он борется с этой сраной стрыгой, ты не понимаешь, за что ему деньги вообще платят, как он ее вообще победит, это какое-то чмо болотное, которое, блядь, ни от одного удара вернуться не может, он только падает и начинает руки ей держать, пытается дотянуться до своего мяча. То есть какая-то срань. Но вот, опять же, «Блавикин» офигенный, сцена с ежом замес с ежом офигенный. Ну, не такой детальный, но все равно. То есть видно, что эти люди могут снять офигенный фильм, но вот им явно чего-то не хватает. То ли времени, то ли денег. Но, в целом, мне безумно нравится, как они подошли к адаптации книги, потому что сделано, если, ну, и не с такой любовью, как CDPR делала, то где-то близко, потому что реально адаптировано клево. Цитат уйма. Многие сюжеты поданы гораздо лучше, чем в книге, как мне показалось. То есть та же самая завязка и как события разворачиваются в «Блавикине» с «Ренфри», они поданы гораздо лучше, чем в книге. Это я вам говорю, как человек, который книгу прочитал после того, как посмотрел сериал, он может сравнивать, не забыв, что там было. в том же в «Цинтре», как события разворачивались перед тем, как вышел Ёж, они тоже в сериале гораздо интереснее поданы. За этим просто интереснее наблюдать, потому что в книге они просто сидели за столом и пиздели 40 минут с этой, с «Каланты». Но некоторые, конечно же, вещи упрощены, некоторые сильно подрезаны, и я могу понять людей, которые говорят, что фу, адаптировали плохо, но на самом деле адаптировали нормально. И как это все в придачу к тому снято, это просто, просто что-то волшебное. Прям, не знаю, эмоции вызвал этот сериал уйму, причем исключительно положительных, за, ну, за парочкой там нюансов. И, конечно же, да, конечно же, кастинг — это полная жопа, Трис — это полная жопа, негров там столько, как будто вот действия в бракелонском лесу, помнишь? Такое ощущение, как будто это не бракелон, блядь, а Бруклин, и они сейчас рэп начнут читать. Просто, ой, что сделали с Фрингильей Вигой, это просто кошмар. Ну, то есть, они нашли какую-то абсолютно некрасивую пухлощекую, пухлогубую жабу откуда-то, где-то в Зимбабве какую-то беженку, чтобы сразу два пункта вычеркнуть из вот этого эстетического своего списка. И взяли ее на роль Фрингильи Вига. Ёп твою мать. Ну, вот да, в этом есть, конечно, определенный момент, скажем так, потому что, ну, это же было важной частью, я вообще книги не читал, но, насколько я помню, насколько я знаю, это было важной частью вот этого вот всего колдунства магического, как что-то гламуре, что ли, у них это называлось, да? Да, они должны престижа ради выглядеть секосно, волшебница. Да, фишка в том, что они себя делали максимально красивыми, и когда вот Йеннифер уложилась на операционный стол с криком «Вырезай это дерьмо, только сделай меня красивой!» Как бы должно было быть так, что она станет, типа, супер клевой, супер секси. Но, так как мы живем, к сожалению, в 2019 году, в фильмах уже так больше нельзя делать. И даже несмотря на то, что они там в восьмом эпизоде внезапно начинают по полю боя ходить в платьях с глубоким вырезом и прочими элементами Дюйзигна, вот с Трис прям совершенно не сложилось. Равно, как и с многими другими колдуньями. Просто, ну, в данном случае, мне кажется, это вполне адекватная претензия, именно с учетом того, что не просто в книге вот есть эта гламурия, но об этом говорится, в общем-то, непосредственно в сериале, что вот невероятные... Кстати, были вот эти вырезания матки в книге? Нет. Нет. Это тоже какой-то идиотизм, потому что там по лору книги-то у чародеек просто атрофируются вот эти вот репродуктивные органы. А тут ей прям, блядь, матку с яичниками вырезали без наркоза, достали. Я такой, что за херня? Что происходит? и с учетом того, что вот аж так происходит аугментация их внешности, я думаю, ну как бы логично должно быть, что вот эти магички как бы становятся супер красивыми, максимально красивыми, а в итоге как бы в сериале есть трис. Ну как бы ну вот такой момент конечно некрасивый с точки зрения так сказать морали 2019 года, но все равно вот ты смотришь и возникает некоторый диссонанс. И ну это бесит еще и просто потому, что ну блядь, ну смотреть на Фрингиль Вига неприятно. Ну красивые съемки, красивые кадры, оператор молодец, и тут Фрингиль Вига в кадр залазит такая хеллоу. И я такой бля, ну съеби с экрана, ну екей твою мать. А чтоб ты знал, спойлер-алер, дальше по книге Фрингиль Вига будет соблазнять Геральта. Ну удачи. Я не знаю будет ли это в сериале, но она будет его соблазнять и вполне успешно, я тебе скажу. А тут по поводу негров мы уже пришли к выводу в нашем чатике, что просто в момент сопряжения сфер, когда несколько планет в одну объединились, ну с земли захватили немножко африканцев, поэтому в целом их наличие в кадре. Ну допустим, зато вот кому вообще по кайфу явно было все это дерьмо, это Генри Кевилл. Ой, молодец. Просто вообще красавчик. Во-первых, он отлично выглядит, ну прям, когда трейлеры выходили все-таки. Он выглядит секоснее всех женских персонажей в этом фильме. Я дам немножко Оскара Айзека, но это неоспоримый факт. Как бы вообще просто отлично. И видно, что ему срать на эти вонючие книги он отыгрывает Ведьмака от CD Projekt Red. Да, причем голос один в один. Ты порой прям ты такой слушаешь и такой, блядь, это Даг Кокол переозвучил. Мы смотрели в оригинале и это Даг Кокол, да, чисто вот Даг Кокол. Но он об этом, кстати, говорил в интервью, что он все-таки в итоге решил вдохновляться Дагом Коклом и с него перенял базар, поэтому это не случайно. Более того, так как он геймер, он сказал, что дикую охоту он прошел аж два с половиной раза, то есть не типа ну пару раз прошел, а два с половиной, это, блядь, важно, два с половиной раза, имейте в виду. И сказал, что вообще не знал о существовании книг, пока ему шоураннер не рассказал о том, что они есть. Он думал, что книги по мотивам игр написаны, я такую фразу слышал. Да, да. Но ему сказали, что типа ну как бы нет, он такой, ну не похуй, я отыграю Ведьмака CD Projekt Red. Но порой, мне тоже безумно, конечно, понравился Кавилл в этой роли, но порой он, мне кажется, все-таки перегибает палку, возможно, потому что, ну то есть к персонажу это и не противоречит, то когда он начинает отыгрывать подбородок судьи Дреда, мне немножко не по себе становится. Но мне вообще показало, что вот первые, не знаю, эпизоды 5, они вот как-то еще пытались поймать образ Геральта, который вот они хотят воспроизвести, и поэтому он местами ну так выглядел немножко странно, немножко кринжово, но все-таки в пределах вот, в пределах игры человека, который явно кайфует от своей работы. Ну и опять же, коли уж заговорили про Кевилла, то мне в принципе понравилось, как актеры отыграли. Вне зависимости от кастинга, когда там горбатая Йеннифер ходила, рыдала и стекла била, мне что-то прям безумно зашло. Слушай, ну она вообще топовая актриса, которая отыграла Йеннифер, она молодец. Причем она до этого нигде сроду не играла, у нее там 3 каких-то эпизода каких-то сраных британских сериала и все. Где они ее откопали? Что за фигня? И Цири, вот только единственное, что во всем меня это немножко подбешивает, опять же, с визуальной стороны, они все ходят, чтобы подчеркнуть цвет глаз, как было в книгах. В линзах это, блядь, видно. И это видно, причем, это, во-первых, выглядит неорганично, а во-вторых, эти линзы, они какие-то, сука, толстенные, поэтому я каждый раз, когда смотрю на глаза Йеннифер или Геральта, или даже Цири, у меня ощущение, что я смотрю не на глаза, а на соски, блядь, потому что это выглядит, как женская грудь, серьезно. Такие, блядь, набухшие, возбужденные соски, они торчат прямо из глаз. Мне прям что-то не по себе становится. Ну, как бы, да, причем на вот этих суперкрупных планах прямо видно, что это чертовы линзы в глазах. То есть, типа, ну, подзамазали бы фотошопом, я не знаю, что они бы с этим сделали. Потому что, реально, когда они боком стоят, тоже вот видно, что эти линзы, они, ну, немного выпирают. То есть, это, я не знаю, это какие-то самые дешевые, наверное, линзы с Алиэкспресса или что. Или, я не знаю, у них со зрением совсем плохо, и поэтому им диоптрии, ставили. Что за фигня, непонятно, но тут, конечно, да, заметно. Я надеюсь, они тоже это заметили и во втором сезоне немножко поотправят. Мне безумно интересно, что они сделают дальше, потому что, вот, первый сезон кончился на том моменте, когда кончается вторая книга. И дальше по книгам начинается, начинается что-то уже не такое веселое. Дальше уже по книгам Сапковский ударился в графодрочерство и ударился в пиздострадание Геральта. Поэтому там уже намного меньше движухи и намного больше вот этого балабольства. И мне безумно интересно, что они с этим сделают. Ну, я, как бы у Нетфликса есть вообще блестящий пример адаптации книги. Это «Видоизмененный углерод», который вообще вот изменен вот ровно настолько, насколько надо изменить книгу, чтобы было круто. Вот все неинтересное дерьмо выкинули. А ты читал оригинал, да? Потому что все. Да, я читал книгу и первую, вторую. Кстати, ну, вообще, на самом деле, трэшовая киберфантастика, но мне дико понравилось. И вот сериал, его сделали намного лучше, чем книга. И вот все, что надо, все выбросили. Я надеюсь, так же будет. И во втором сезоне «Ведьмака» еще надеюсь, что будет больше серий. И как бы людям, которые там не играли, не читали, они покажут как-то фишку ведьмачества. Потому что сейчас, ну, ты читал, там, играл, я просто играл. Как бы мы знаем, что за ведьмаки, что за Геральт. А вот для людей это просто, ну, такой некий герой, ну, который незнакомый с первоисточником, с игрой первоисточником и книгой по мотивчикам. Это просто некий, вот такой суперкрутой рыцарь, с которым как-то что-то вроде сделали, он постоянно прибухивает из своих маленьких бутылочек по какой-то причине. Из самолета спиздил. Да, вот очень не хватает ведьмачьей рутины, вот этой всякой. И, в принципе, хочется, чтобы, ну, был монстр недели. Каждая серия, это помимо, там, сквозного сюжета, была посвящена какому-нибудь монстру. В том числе в этом проблема, потому что рутины-то дальше уже почти не будет. Дальше будет чисто сквозное сюжетное развитие. Но если они только не придумывают, там, всяких еще флэшбэков или каких-то ответвлений, в этом как раз проблема моя. Поэтому мне интересно, что будет дальше. Ну, вот, кстати, даже я, как человек, читавший книгу, хоть и давно, и понимающий, что, в принципе, творится, но когда я смотрел сериал, я каждые пять минут заходил на Вичер Вики и читал, что это за персонаж, кто это, что это, потому что я запутался в этих нахрен именах. И, но, но я понимаю, что это в целом нормально, потому что я и когда смотрел первые, там, первые, там, два сезона Игры Престолов, я тоже нихера не понимал. Я понял только тогда, когда после просмотра пошел и прочитал книгу. Потому что в темпе сериала тебе просто, у тебя нету времени понимать это и запоминать, кто против кого, кто с кем, нихера не понятно. И я только могу представить, каково смотреть этот фильм людям, которые и не играли, и не читали. Это, наверное, сложно. Ну вот я могу сказать, как человек, который смотрел с таким зрителем, довольно тяжело. И как бы даже мне было тяжело, потому что что-то за белое пламя какое-то, что-то право этого сюрприза, закон неожиданности, как там это дерьмо называется. Что все это значит? Как это должно все работать? Совершенно непонятно. Причем, мне кажется, в каких-то моментах абсолютно не обязательно было бомбить вот этими именами собственными непонятными, но почему-то сценаристы решили, что, сука, на, жри, жри это дерьмо, пока у тебя из ушей не польется. Ну, я их тоже понимаю, потому что на самом деле вот эта экспозиция монологом, она Сапковским, как и вообще в принципе во многих книгах, но Сапковским в особенности, она используется ну, очень часто. И поэтому здесь в сериале тоже такое бывает, когда Ренфри приходит к Ведьмаку и начинает ему монолог задвигать на полторы минуты. Просто в книге это что-то более-менее привычное, здесь это выглядит так себе. Но просто прикол в том, что всю эту экспозицию, по крайней мере, большую часть, им приходилось в сериале передавать и приходилось бомбить тебя вот этим всем говном, причем как можно более сжатым в виде. Поэтому какой-то побочной запоминающейся информации оставалось меньше, а имен собственных больше. Чисто в пропорциях. Но в то же время я забыл, что я хотел сказать. Но в то же время ну давай, я тебе немного помогу, но в то же время есть шестой эпизод вечера, который просто какое-то максимально всаратое говно про драконов. Про драконов. Про драконов. По-моему, это настолько плохая, это плохая серия уровня, я не знаю, времен удивительных странствий Геракла. То есть, вспомните какую-нибудь плохую серию из Геракла, и вот это будет шестой эпизод «Ведьмака». Ну то есть, мы что-то только хорошее говорим, давай немного плохого. Ты помнишь эту серию? Да, помню. И я помню эту главу, я вот ее читал недавно. Ну я, естественно, не помню, потому что не читал, ха-ха, как вам такой поворот. Но написана и смонтирована она максимально всарата. То есть, вот этот финальный замес, где они как бы в размере 4-5 человек доходят до вершины горы, и внезапно потом еще респаунятся дополнительные мобы, которых мочат Геральт и Йеннифи. Вот этот поцелуй после арда. Блядь, зачем? Фу, это, ну в смысле, это же просто какая-то турбо безвкусица. И дракон, который все это время как бы просто стоял, ну, понятно, что охранял яйцо, но просто стоял, ничего не делал, пока к нему один чувак не подошел, и он его показательно не сжег. И в целом, вообще просто все, что в этой серии происходит как ерунда. Ну, это филлер по большей части, потому что это все еще экранизация первых книг, и там были просто наборы рассказов. Ну, и здесь тоже, тут просто, да, такая процедуральная абсолютно серия. Но снята она, да, не очень, и экшен не очень, опять же, по той же причине, что когда в кадре есть CGI, они почему-то не могут сделать ничего нормального. Потому что этот дракон, реально он, да, стоял, стоял, ждал, ждал, и один раз пыхнул огнем, все. В книге он точно так же наравне с Геральтом и с Йеннифер пиздился с толпами людей. Ну, как бы, да, когда они в начале... мимо склона, который просто весь выжжен, и Геральт такой, типа, у нихуяся, а чё это дракон? А они обычно улетают, чё-то он устроил тут. Ты, ну, как бы предполагаешь, что, ну, видимо, в конце чё-то будет. А в итоге в конце вот этот небольшой дракончик, он так плюет огнем в одного какого-то бичару, который зачем-то вообще пополз к этому чёртовому яйцу, и всё, и на этом заканчивается весь драконий замес. Да, печально. Печально. Ну, в остальном шесть, я, да, я ввожу на Ютубе или прямо на Нетфликсе, чтобы качество получше было, открываю замес в Блавикине и наслаждаюсь. Ну, вот как бы, да, да. Хотелось бы, чтобы больше времени было у них, и они больше могли поставить таких боёв. То есть, опять же, Генри Кевилл, он без дублёра всё это делал, ну, если верить ему в интервью. Да. Он сам вот херачится, ему всё это максимально по кайфу, и мне кажется, что вот шоураннером, сценаристом, там, постановщиком, каскадёром, которые трюки эти делают, придумывают, надо как-то, ну, по максимуму использовать рвение Генри Кевилла и побольше таких сцен делать. Мне кажется, ну, это именно то, чего не хватает, а не вот этих пососных замесов, типа масштабных, с армиями. То есть, когда там в первой или второй серии стенка на стенку побежали? По-моему, даже в первой. Ну, может, в первой, я уже точно не помню, тоже выглядело довольно отстойно, вот эти вот скукоженные нельфгардские мошонки, против которых зачем-то кавалерия побежала, и что? И причём, в разгар боя, вот эта львица Цинтра такая, спрашивает своего мужа, уже в разгар боя, так а чё, а где твои корабли-то из Келлиги? Он такой, типа, а, что? Я забыл тебе сказать, они все потонули. Он такая, ё-моё, а чё мы тогда напали на них? Какая же прекрасная каланта. Я себя немножко чувствовал геронтофилом, потому что, но какая же, да, господи, вот это опять же, к вопросу о том, что актёры отыгрывают, она реально отыгрывает. И сначала там, я уже думал, потом, блин, всё, пропала каланта, я посмотрел немножко на Трис, и такой, верните каланта, и потом ещё несколько раз вернули каланта, божественная барышня абсолютно. Ну, она клёвая, такая прям, импозантная, колоритная, и очень-очень-очень ярко отыгрывает, мимикой в том числе. И сцена с ножом, когда всё завертелось в центре с ежом, блин, прекрасно. Нет, снято порой просто великолепно, людей, которые говорят, что снято дёшево, я не понимаю. Ну, то есть, к нескольким сценам можно приебаться? Ну, камерно скорее, да, но совершенно точно не дёшево, то есть, нет этого размаха Игры Престолов, где, да, там, выжигают эту всю королевскую гавань, дракон, но извините, и Ведьмак сейчас только на первом сезоне, в общем-то. Да, я надеюсь, что к следующим сезонам Netflix перераспределит бюджет и даст Ведьмаку дохуя денег, чтобы они наконец-то сделали. И поменьше Майклу Бэю. И поменьше Майклу Бэю, переходим к Six Underground. Ну, как я уже где-то там написал. Это, короче, на Netflix новый фильм Майкла Бэя с Дэдпулом в главной роли, с Райаном Рейнольдсом, который играет Дэдпула, как и во всех своих последних фильмах, и наверняка ещё на 10 фильмов вперёд, что уже понятно по трейлеру нового фильма от Дисней, и как он там называется. Новому игроку приготовится 2. Главный герой. Фригай. Да, про NPC. Балдёжная картина, съёмки очень красочные, очень красивые. Вот прям экшен, там видно, что на рейтинг там 18+, Майкл Бэй оторвался как мог. Там столько человек расчленили. Я в какой-то момент уже считать заебался. Есть клёвые идеи по экшену, которые сняты красиво, реализованы красиво, но какой же там ебучий монтаж. Это, наверное, впервые на моей памяти, когда я человек далёкий от любого кинодева, кинопроизводства. И я смотрю и думаю, это же отличные съёмки. Почему их так испортили монтажом? Как будто реально монтаж доверили макаке на спор. Директор Netflix такой, а, приколи, у меня есть макака, давай она будет монтировать. Ну, получится говно. А мне похуй. Настолько он ущербный, просто уебанский. Я зашёл. То есть, чтобы вы понимали, даже обычная погоня, причём первая погоня идёт минут 15, и под неё сменяются пять лицензионных треков. Пять лицензионных треков. То есть, они просто, они проехали по одной улице, там музыка поиграла, секунд 30, потом затихло, они выезжают на другую, другая песня. Причём я большинство из них знаю, и я слышу, что это, вот это то, что у меня есть в полице на компьютере в МП3. Они просто туда накидали нахрен этого говна. И там это всё смонтировано настолько хреново, что, вот знаете, на кинопоиске есть раздел, типа, ошибки фильма. И там, типа, смотрите, вот у этого персонажа сумка висит на правой руке, а потом кадр меняется, снова на него, и он на левой. Я туда, прикола ради, зашёл на кинопоиск, на эту страницу, и вижу, оно есть. И там, и там два таких факта. Типа, две ошибки фильма, хотя там эти ошибки, они каждые 15 секунд происходят реально. Я их почитал, и я понял, что чувак, который, я не знаю, сам кинопоиск их пишет, или он копипастит откуда-то, ну, короче, какой-то первоисточник это писал, и он наверняка открыл фильм, увидел ошибку, такой, оп, записал. Потом увидел вторую, оп, записал, и потом такой, подожди, ёбана. Давай-ка я посмотрю немножко вперёд. И он понял, что если он начнёт все эти косяки выписывать, это работа до полтора месяца. И он такой, впизду, не буду. Это настолько кошмарный просто монтаж, я не могу это словами описать. Поэтому, поэтому я не советую этот фильм смотреть никому, но в целом, я попал на кадры. Кадры безумно сочные, очень красивые. Сюжет существует лишь в угоду боевым сценам. Когда начинается там 13 друзей Оушена, 11, 14, сколько угодно друзей Оушена, это просто куром на смех, потому что они такие планируют атаку, планируют нападение, планируют, как это всё провернуть. В итоге делают какую-то хуйню абсолютную, нелогичную. Если там включать логику и следить за логикой фильма, то у вас мозг взорвётся, и это просто какая-то беда. Но персонажи балдёжные. Райан Рейнольдс прикольный в роли Дэдпула, Дэдпул же Дэдпула все любят, поэтому, ну типа балдёж. Короче, насколько я понимаю, это, так сказать, лучшая работа Майкла Бэя уровня его рекламы Виктория Секрет. Наверное. Ой, вообще такой кошмар, но огромный плюс, почему я вообще ни разу не пожалел, что посмотрел этот фильм и потратил на него полтора часа своей жизни, потому что это Нетфликс. Мне не нужно, я посмотрел в день релиза, там, какого-то 12 или 13 декабря, мне не нужно никуда переться, мне не нужно, блять, смотреть это в уебанском дубляже, который всё сделает ещё хуже. Открыл Нетфликс, посмотрел дома, покуривая сигарету, попивая кофеёк, отлучаясь посрать, когда ты хочешь, поставя на паузу, очень клёво. Я прям рад был, что посмотрел, я кайфую от того, что Нетфликс, пусть и монтируют на Нетфликсе обезьяна, но за то, что Нетфликс выделяет сотни миллионов долларов на полнометражные, высокобюджетные картины, я Нетфликсу безумно благодарен, и я буду смотреть любое говно, которое он выпускает, просто потому, что я могу это сделать дома, не отрываясь от компа. Это очень классно. Короче, подписывайтесь на Нетфликс, вот почему я говорю. Не спонсор. Да, ну ладно, пускай будет так. так сказать, раз уж мы начали говорить про сервисы потокового вещания, переходим к Дисней Плюс, где, у меня, ну ладно, какой-то нitorный ey givenка, . Продолжение следует... 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 Да, Константин. С вами были Денис Карамышев, Константин Тростенюк. Всех с наступающим и до скорых встреч. Пока.